Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению туризм, физическая культура и спорт. Он возглавил подгруппу развития физической культуры и спорта. Чувашии относятся к числу успешных регионов страны, где занятия физкультурой стали нормой жизни. Сегодня более 511 тысяч жителей республики систематически занимаются спортом. В качестве успешной практики глава Чувашии назвал ежемесячные дни здоровья и спорта. Как раз в предстоящую субботу в республике очередной такой день все государственные и муниципальные объекты можно будет посетить бесплатно. Для посетителей подготовили специальные оздоровительные программы, мастер-классы, веселые старты. В общей сложности в этот день по всей республике пройдут более 350 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех жителей республики всех возрастов. Мы решили узнать у чебоксарцев, как часто они занимаются спортом. Про дни здоровых мы слышали. Мы очень рады, что есть такие дни. Люди об этом, скорее всего, должны знать и знают. И все ходят, посещают. И вообще интересная затея. Побольше бы таких дней. Особенно детям. Здорово. Я очень рада. Обязательно пойду в бассейн. Спасибо. Почему именно в бассейн? Люблю плавать. Как вы считаете, зачем нужно заниматься спортом? Сохранять здоровье. Для этого условия не нужны. Желание нужно. Если у человека есть желание, он будет заниматься. Людям-то надо заниматься спортом. О своем здоровье думать. Плавание, во-первых. Как хорошо помогает людям старшего возраста и среднего возраста. Потом тренажерные залы. Вот эти. Ходьба. Я бы с удовольствием в бассейн походила бы. На лыжах я хожу, но не официально. Вот. А так на массовых мероприятиях не участвую. Общий физический самое главное. Ну, основной спорт – это общая физическая подготовка. А уж там, кто как занимается, от этого желания не зависит. На коньках ходили кататься, на лыжах. Мне кажется, те, кто хочет заниматься спортом, они занимаются и без этих дней. Я, например, поддерживаю форму в тренажерных залах. Я, получается, прокачиваю мышцы и пробежка. Если душа лежит к спорту, то должен человек сам двигаться, достигать своей цели. Сам бы занимался. У меня папа был самбист. То есть это родовое. Старший брат у меня боксер. То есть, ну, много чем занимался. И футболом, и каратэ, кишин, кудо, боксом. Насколько я знаю, сейчас молодежь к спорту привлекается. То есть у меня и сын сейчас тоже как бы занимается самбо. Я знаю, что молодежью много занимается спортом. Я как бы радуюсь этому, что наша молодежь не потеряна. Побольше бы дней открытых дверей для бассейнов, для спортзалов, для всех клубов спортивных. Чтобы наша молодежь не дома сидела за компьютерами, а не где-то гуляла в подворотне, я занимался спортом. Здоровая нация, здоровая страна!